Приветствую вас! И сказать, конечно, можно, можно вызвать ревность у парня по другим способам, но, как видите ли, в чём дело. Ревность вы вызвать, допустим, у него сможете, но многое зависит, очень многое зависит от темперамента его личности. То есть, если человек достаточно активный, волевой, гордый и принципиальный, а также напористый, упорный, не обладает такими чертами, как скромность, не решительность, не погружается в себя, не зависит от мнения других людей и так далее, то есть, достаточно уверенный в себе яркий мужчина, то вот это, конечно же, может помочь. Если говорить о форме, то вам не нужно говорить, что у вас есть на примете молодой человек. Скажите, что просто, что вы, например, вчера видели мужчину, он вам показался очень симпатичным, и всё. Потому что, если вы скажете, что на примете есть молодой человек, то это, может быть, оскорбительно для мужчины. Просто дайте понимать, что вы обращаете внимание на других. И если у человека есть к вам какие-то чувства, то он обязательно себя проявит. Но как проявит? А если мужчина, это вот тот тип личности, о котором я говорил, да, то есть, достаточно активный, такой яркий, ярко-выручный мужской тип, то в этом случае человек будет с большей долей вероятностью негативно воспринимать то, что вы ему скажете. То есть, он это воспримет негативно. Но на него это послужит стимулом, чтобы с вами сблизиться. А вот если тип личности другой, если мужчина скромный, неуверенный в себе, если человек достаточно много погрузен, достаточно часто погружается в себя и зависит от мнения других людей, то это может лишь только его оттолкнуть. А значит, для вас подобное не является сколько-нибудь правильным и в данном случае еще сильнее, еще как бы дальше вас разведет друг от друга. Решать, конечно, здесь только вам. Мы можем только лишь порекомендовать вам. Но вообще говоря, это довольно-таки, знаете, как вот лекарства. Вот лекарства, да, они делятся на два типа основных. Первый тип, это когда лекарство сильно действующее, и оно обосредует эффект яркий, мощный, ну почему, вызывает привыкание. И бывает лекарство мягкое, которое привыкание не вызывает, и которое постепенно меняет, ну да, в данном примере здоровье человека в лучшую сторону. И если вы вместо того, чтобы вот так проявлять себя и проявлять симпатию, сильно действуете способом, будете показывать мужчине, что он вам нравится, проявлять к нему симпатию, оказывать ему знаки внимания, стараться сблизиться, то есть не через два смысла, что вы сделаете первый шаг, покажите ему свою симпатию, а дальше пусть он уже сам, пусть он уже сам делает силу. То есть решать, конечно, у вас, но все-таки думаю, что сперва стоит попробовать причинные методы, то есть попробовать показать ему, что он вам нравится, как мужчина, и вдохнуть отношения. А уже потом, если не получится, вот уже тогда, да, можно попробовать такой способ. Но и эффект от него будет самым неожиданным, то есть это может быть как взрыв симпатии к вам, так и взрыв негатива к вам. И если мы скажем однажды, что можно вот так вызывать ревность у человека, и вы так поступите, а он негативно отреагирует на вас, то получается, что мы виноваты в том, что дали вам такой совет. Это будет неправильно. Вам необходимо принять во внимание некоторые моменты, только потом решать. Ну вот это и будет верным поведением. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо. Спасибо.